Не так давно я попробовал еще сделать одну методику для того, чтобы можно было проводить диагностику электрической части двигателя, скажем так, силовой электрики. Это у нас стартер, аккумулятор, генератор, ну и в некоторых случаях свеча накаливания и кое-какие другие системные мощные электропотребители. Поскольку в процессе диагностики мы сталкиваемся с необходимостью не только диагностировать систему впрыска. Очень часто мы сталкиваемся с необходимостью ремонта и диагностики также и электрических потребителей. В частности, от состояния аккумулятора, стартера, генератора тоже зависит правильная работа нашего двигателя. Клиенты приходят, скажем так, требуют нашего внимания к этим системам. Я для себя сделал кое-какие алгоритмы и реализовал их в еще одном скрипте, скрипт A-Power. Я хотел бы сейчас так показать вкратце несколько примеров, то есть какие неисправности возможно находить данным инструментом, где он может значительно облегчить нам поезд. Дело в том, что на многих современных автомобилях доступ к стартеру, к генератору, а иногда даже и к аккумулятору, значительно затруднен. Например, в том же Туарее, то есть без снятия сидушки водителя уже не удается даже добраться до аккумулятора. Не говоря уже про то, что снимать генератор или стартер, не будучи 100% уверенным, что проблема именно там, ну, мягко говоря, нежелательно. И я попробовал, значит, снимать характеристику вот этих элементов в наиболее доступном месте. То есть, как правило, доступ к аккумулятору в большинстве случаев наиболее легкий. Если это не Туарег. А? Если это не Туарег. Ну, да-да, Туарег, скажем. Ну, я боюсь, что на Туареге вряд ли намного легче доступ до генератора и до стартера. Ну, не суть важна. То есть нам нужна была какая-то более удобная методика. То есть я записал осциллографом ток и напряжение аккумулятора и обрабатываю эти сигналы своим скриптом и получаю кое-какие результаты. Давайте я попробую вам показать несколько примеров. То есть у нас, вот, к примеру, у нас Кео Чаратов 2009 год, 1.6. Процесс измерения выглядит так. То есть мы подключаем осциллограф плюс-минус на аккумулятор и токовые клещи. Мы снимаем ток, который у нас проходит через наш аккумулятор. То есть хоть на плюсовой, то я не хоть на минусовой. Главное, чтобы мы обняли все провода, которые подключаются к нашей клеве. То есть использую для снятия тока я клещи. Это может быть АП-32. В принципе, я использую АП-39. АП-39, они чуть дороже, но мне они больше нравятся. Но АП-32 очень неплохо выполняют свою функцию. То есть я включаю запись, одеваю клещи, включаю аварийку. Дальше включая зажигание, выполняю запуск нашего двигателя. Пару секунд, может, там, минута по необходимости работы в режиме холостого кода. В идеале еще раз включите аварийку. Глушим, снимаем токовые клещи и выполняем скрипт. То есть вот мы получаем вот такого вида записанный фолл со сциллограммой напряжения и тока. И скрипт в результате выполнения на... А, да-да, сейчас, секундочку. То есть он запрашивает кое-какие параметры скрипт. Спрашивает, какое количество цилиндров. Я думаю, это небольшая проблема дать ему такую информацию. Пусковой ток аккумулятора. Как правило, эта характеристика у нас написана непосредственно на самом нашем аккумуляторе. То есть у нас есть емкость, там 60 Ач, к примеру, и пусковой ток, к примеру, 600 А. То есть в данном случае у нас был аккумулятор 500 А по стандарту ЕН. Потому что есть различные стандарты, там ЕН, САЕ. Вот тут мы указываем, какие стандарты. Скрипт поддерживает значительное количество стандартов. Ну, практически, скажем так, львиную долю стандартов. То есть все, которые мы смогли найти, мы постарались, чтобы скрипт эти все стандарты поддерживал. ЕН, ДИН, САЕ, ЦЦА и так далее. Мы указываем тип двигателя, бензиновый или дизельный. И какие каналы напряжения. То есть канал напряжения, канал тока. И в каком режиме проводился замер. То есть в режиме миллиампер. Это на токовых вещах. Какой режим включили или какой режим поддерживает наши вещи. Окей. Получаем вот в таком виде. Мы получаем характеристику нашего аккумулятора. Начальное напряжение. То есть в начале нашего измерения, какое было напряжение. Уровень заряженности. Скрипт старается определить, какой уровень зарядки нашего аккумулятора. То есть он полностью разряженный наполовину, полностью заряженный. То есть делает оценку уровня заряженности. Просадка напряжения. То есть какое минимальное напряжение в процессе измерения было на нашем аккумуляторе. То есть проваленность у нас этого напряжения. Эта характеристика очень сильно может влиять на, скажем так, возможность блоком управления выполнять свои функции в процессе запуска. То есть если у нас будет очень сильная просадка, там ниже 8, 7, 6 вольт. Это может вызывать сбои в работе блока управления и, соответственно, привести к блокову пуску или каким-либо другим сбоям вообще электроники бортовой нашей сети. Значит, измеренный... Вы строчки выделяете, он не видно. А, то есть плохо видно, да? То есть сначала опережение. Здесь указывается рекомендуемый диапазон от 12,2 до 12,7. Реально у нас было 12,45. Уровень заряженности. Вот 50 до 100 считается как бы в районе нормы. То есть оценка порядка 80%. Просадка напряжения. 9-10 вольт более-менее нормально. Ну тут даже чуть-чуть выше. 10-25, скажем, что вообще идеально. То есть никак скрипт его не выделил. То есть его это особо не смущает. Измеренный пусковой ток. То есть тот ток, который реально выдал наш аккумулятор. То есть у нас на аккумуляторе указано было 500 ЕМ. Реально аккумулятор выдал 559. В действительности некоторые аккумуляторы новые. То есть некоторые фирмы выпускают аккумуляторы, которые даже несколько процентов могут иметь больше пусковой ток. Возможно в данном случае я неправильно указал пусковой ток. Я сейчас затруднюсь. То есть возможно тут был 600. Ну вообще-то вот там Bosch, Vesta. Очень много фирм новый аккумулятор выдает... Больше, чем написано. Больше, чем то, что написано. То есть... Я в мере об этом могли бы вернуться. Проспособу, это уже часто бывает такие штуки. Да. То есть это нормальная ситуация. Это, скажем... 480 до аккумулятора, 510 фактически. То есть это, скажем, честь и хвала таким производителям, которые не экономят. Другой разговор, что очень много производителей, скажем так, сильно не набирают в этом параметре. И по мере эксплуатации нашего аккумулятора падает параметр. То есть, как показывает практика, когда параметр этот у нас уже падает ниже 60%, такой аккумулятор, скажем, это уже последние вздохи. Ниже 50% этот аккумулятор совершенно уже не способен нормально. В данном случае, правда, это идет измерение пускового тока. То есть, мгновенно, сколько он может выдать, какой ток для стартера. То есть, какую, скажем... Но это не короткое извлекание. То есть, это ток, который может выдать аккумулятор при оптимальной просадке напряжения. То есть, если мы его накоротко замкнем, он может и тысячу, но в таком режиме мы не можем его эксплуатировать. То есть, он должен и напряжение выдать, и нам выдать этот ток. То есть, как правило, когда у нас пусковой ток падает уже до половины, до 50%, у него емкости уже совершенно не остается. То есть, он уже там минута 2-3, буквально там магнитофон, если подсветка, все, он уже умирает. Скрипт это все нам показывает. Он выделяет цветами. Сейчас я покажу много примеров с неисправленных. Сейчас еще вот к этому параметру. Мы чуть-чуть позже сейчас вернемся. Значит, дальше у нас параметры нашего генератора скрипт измеряют. Он показывает, какое максимальное напряжение мы получаем на нашем, выдает наш генератор. В данном случае, рекомендуемый от 13,8 до 15 вольт. Дело в том, что бывает, что кратковременно в процессе регулирования напряжения генератор может выдавать кратковременные скачки до 13 вольт. Здесь действующее напряжение зарядки. То есть, то напряжение, которое на относительно, скажем, большое время у нас выдает наш аккумулятор. То есть, он не должен постоянно выдавать нам выше, чем 14,8. Это генератор. Не должен выдавать более 14,8. Хотя, если кратковременно, там, на долю секунды у нас даже до 15 поднимется, в принципе, ничего страшного не происходит. Пульсация напряжения, как правило, составляет порядка 20-80 милливольт. И, в принципе, для нас это тоже информация. То есть, кратковый уровень пульсации бортовой сети, напряжения бортовой сети. Следующий блок показывает параметры нашего стартера. То есть, у нас есть топ втягивающего рельефа. Как показывает практика, львиная доля стартеров легковых автомобилей и автомобилей, скажем так, легких коммерческих автомобилей, вписывается приблизительно вот в этих параметрах. От 10 до 35 ампер, имеем 29,5. Время включения втягивающего, 10 или 45 миллисекунд. Вот этот параметр может, кстати, говорить, что в стартере у нас может быть механическая неисправность. То есть, если я сталкиваюсь с ситуацией, когда здесь очень большое время, например, 50, 100 миллисекунд. Вот этот параметр, то есть, сейчас, секундочку, вот так. Вот так. Тут 18 миллисекунд. Время включения втягивающего рельефа. То есть, если у нас затруднительное перемещение якоря втягивающего рельефа, оно вызывает увеличение времени срабатывания. И может приводить вообще к тому, что мы подаем сигнал на стартер, а срабатывание не происходит, поскольку механически он блокируется, и ему не хватает силы для того, чтобы перевесить наш ядер. Пиковый ток. Сколько в пике потребляет наш стартер? То есть, 366 ампер. И здесь вот интересный параметр. Требуемый пусковой ток аккумулятора. Значит, одна из, я считаю, важных особенностей данного инструмента, он сравнивает параметры цепи стартера с параметрами аккумулятора. И мы таким образом можем сравнить, насколько наш аккумулятор соответствует стартеру, и насколько наш стартер соответствует нашему двигателю. Дело в том, что здесь вот указывается, 298 это измеренный требуемый пусковой ток аккумулятора. То есть, для, так, значит, наш стартер, цепь стартера у нас имеет такую характеристику, для нормальной ее работы нам нужно хотя бы 300 амперный аккумулятор. Если у нас в цепи стартера есть какие-то проблемы, например, установлен недостаточно мощный стартер. То есть, такое мы иногда наблюдаем на дизельных автомобилях, когда ему устанавливается стартер от бензинового двигателя. Он подходит по креплению, то есть, там коробка передач у них одинаковая, но мощность у него недостаточная для нормального вращения дизельного двигателя. Такое мы можем наблюдать, если у нас установлены тонкие провода в цепи стартера. То есть, тонкая или длинная масса, или у нас какие-то отключатели массы стоят, которые имеют повышенное сопротивление, плохой контакт на клеммах стартера, плохой контакт массы двигателя. То есть, приводит к тому, что у нас требуемый пусковой ток аккумулятора парит. То есть, измеренная характеристика указывается именно для стартера. То есть, эта цепь стартера не способна потребить у нас такой ток. Она говорит, у меня при этой цепи стартера достаточно 298 ампер. И вот в этих вот скобочках, здесь фактически я указываю, исходя из типа двигателя и количества цилиндров, я рекомендую. То есть, для бензинового двигателя, 4-цилиндрового, у нас требуемый пусковой ток от 270 до 770 ампер. Как показывает практика, значит, вот эту вот вилочку, которую я указываю, на более дешевых автомобилях, и на автомобилях с меньшей литровой мощностью на цилиндр, у нас с меньшим объемом цилиндра, скажем так. Например, там 1,3-4-цилиндровый, особенно если это недорогая какая-то относительно моделька, там Табрия, например, мы, скорее всего, опустимся к минимальной вот этой цифре, 270. Если это у нас будет 4-цилиндровый Мерседес или БМВ, то, скорее всего, у нас будет где-то ближе к вот этой более высокой цифре. Если у нас объем цилиндра большой, к примеру, 4-цилиндровый двигатель Тойота Прадо 2.7, то, скорее всего, мы будем ближе к вот этой границе 770, чем, например, на двигателе там Skoda Fabia 1 и 4-цилиндровый, или на какой-то там Nissan Micro 4-цилиндровый. То есть здесь вилка достаточно большая, и мы уже как диагносты себе оцениваем. То есть мы должны быть в нижней зоне или в верхней зоне. В верхней, значит, цепь стартера у нас крепкая, и действительно она может потреблять такой ток. И исходя из вот этой цифры, да, и в зависимости от того, это дизельный или бензиновый двигатель, вот эта вот вилочка здесь рекомендуемая, она меняется, скриптом подбирается при каждом замере, то есть указывается то, что обычно рекомендовано. Это то, что мы меряем реально на машине, сколько наша цепь стартера потребляет, и мы сравниваем эту цифру с нашим аккумулятором. То есть фактически цепь стартера потребляет 298, значит наш аккумулятор желательно, чтобы был порядка 270-330. Реально тут 559. Как-то здесь ничего плохого нет. Это говорит про то, что аккумулятор имеет хороший запас по пусковому току. Но на всякий случай, это для нас информация для размышления. А может цепь стартера на нашем автомобиле недостаточно сильная? То есть если мы видим, что потребление у нас достаточно маленькое, достаточно маленькое по сравнению с тем, что рекомендовано для этого двигателя, типа двигателя и количества цилиндров, то есть возможно у нас есть проблемы в толщине проводов, в массах, и тем более если мы видим, что машина заводится у нас жу-жу-жу-жу, все понятно, значит мы идем смотрим не аккумулятор, потому что в аккумуляторе у нас все выглядит вполне хорошо, а вот стартер немножко неважно. Но это в принципе может быть, скажем, недопустимо, то есть если мы не видим никаких явных отклонений в работе системы пуска. Ну, это первый, скажем, исправный пример, сейчас мы рассмотрим энное количество неисправных и более детально обсудим все эти параметры. Следующий. Вот возьмем, к примеру, транспортер. Фольксваген-транспортер, давайте сейчас ее выполняем, 5 цилиндров, 900 ампер пусковой ток аккумулятора, в ЕНах дизельный и все остальные параметры, как обычные. Значит, в данном случае у нас аккумулятор. Тут тоже ничего цвета у нас не выделено, значит, в принципе, скажем так, явных отклонений система здесь не отметила. Мы можем работать. Слушаю вас. Я думаю, как дизельный, в поле стартера не мешало бы указать обороты двигателя пусковой. Абсолютно с вами согласен, но руками к этому вопросу еще не дошел. Да, и там еще падение напряжения на провода. Это немножко усложняет алгоритм. Чуть позже давайте этот вопрос запомните, мы его еще обсудим. Пока что у нас времени, скажем, не так много. Я расскажу материал, а этот вопрос чуть позже я дам вам ответ. Просто именно хотелось в дальнейшем дать распечатку клиенту. Мы же преследуем цель заработать денег, потому что такой же функционал на Боршевском ФСА. Пак подключили и все. И в распечатке указать обороты такие-то, потеря, награждение такая-то, как зубом вручить, и день не получится. Хорошо. Для самых жадных мы сделаем такую возможность. Значит, в данном случае мы рассматриваем файл, который снятый на транспортере 2001 года, пятицилиндровый, явных тоже отклонений не видим. То есть напряжение, уровень зарядки. Как вы видите, что нет отклонений? Я вижу, что нет отклонений, поскольку в данном случае ничего не выделилось у нас цветом. Сейчас мы рассмотрим неисправные примеры. То есть там скрипт явно цветом выделяет неисправные участки. То есть я сравниваю фактически реально измеренный параметр с тем, который рекомендует нам наш скрипт. Следует как бы понимать, что скрипт тоже не дает нам 100% ответа. То есть так же, как мы, например, если стартером, если мы меряем напряжение тестером, и вдруг нам тестер показал ноль, это же мы не сразу не говорим, все, все, у тебя аккумулятор никакой, у тебя ноль. Может провод оборвался, может где-то, то есть самоизмерение неправильно. Чисто теоретически скрипт тоже может где-то споткнуться, и не совсем нам правильно. Но в любом случае это информация для нас, информация для размышления. Это не есть окончательный диагноз. То есть это как бы рекомендация еще раз перепроверить в этом направлении ту систему, на которую нам указывает скрипт. То есть, ну ладно, я не буду особо сейчас в деталях рассматривать. Тут более-менее все вписалось в норму, и напряжение, и пульсации. И вот ток, кстати, тут относительно не такой маленький, 774 ампера. Значит, вот тут еще раз я обращу внимание, что есть у нас реально пиковый ток. Это то, что реально взял наш стартер с учетом нашего аккумулятора. То есть, если мы поменяем, например, другой аккумулятор, поставим слабенький, пиковый ток у него будет меньше. Но характеристика цепи останется та же самая. То есть скрипт рассчитывает характеристику цепи стартера вне зависимости от состояния аккумулятора. То есть даже если аккумулятор очень слабенький, эта характеристика останется у нас практически такая же самая. И рекомендация по выбору аккумулятора останется приблизительно та же самая. То есть мы рекомендуем для данного стартера, для данной цепи стартера, которая номинально должно брать 774, но в процессе измерения взяло бы 701. Потому что у нас очень хорошо заряжен аккумулятор, то есть у него 12,4 вольта. Но если бы он выдавал номинальный 12 вольт, то мы бы взяли приблизительно 774. То есть если бы у нас аккумулятор выдавал 10 вольт, реально наш доставтер взял бы только, например, 500 ампер. Но скрипт все равно говорит. Эта цепь нормально должна брать 700 ампер. И ставьте, пожалуйста, ему 700 амперный аккумулятор. Рекомендация вот здесь. У нас измеренный пусковой тон и рекомендуемый для данного аккумулятора 700-800. А реально мы у него замерили, у нашего аккумулятора, 837 ампер. То есть скрипт постоянно делает сравнение. То есть что-то мы меряем. И я постарался написать алгоритм таким образом, чтобы мы, скажем, параметры сохранялись даже при различных условиях измерения. То есть если мы меряем пусковой тон, он должен сохраняться, хоть заряженный аккумулятор, хоть разряженный. Сразу следует обратить ваше внимание, что если аккумулятор очень сильно разряженный, тогда мы можем действительно получить уменьшение вот этой характеристики. Но уже от 10% заряд и выше практически эта характеристика очень точно сохраняется. Аналогично и здесь характеристика стартера. Даже если очень сильно просаженный аккумулятор, с достаточной долей точности у нас эта характеристика держится стабильная. Ладно, пошли к неисправным автомобилям. А у меня рогензиновая машина. Выполнили скрипт, сразу получили желтую кляксу. Желтая клякса на фоне аккумулятора. Значит, нам говорит, что аккумулятор заряженный полностью. И напряжение хорошее дает. Но просадка достаточно большая. 7 вольт. Из-за того, что мы 420 ему указали, а он реально только 63% выдал от того, что на нем написано. И для нашего стартера надо 556. То есть аккумулятор желательно, чтобы был 510-580. А реально он уже выдает только 260. То есть на нем написано 420. Но он реально только 260. То есть и желательно уже купить на эту машину новый аккумулятор не 420, а желательно все-таки купить порядка 550. Потому что цепь стартера потребляет ток более 500 А. По генератору у меня нет замечаний. 14,1, в принципе, скажем так, не аж так много. Но это нормальное напряжение. Там от 13,9 до 14,7 нормально на руку. Пульсации тоже где-то около нормы. По втягивающему я не вижу особо проблем. То есть все где-то около нормы. И вот здесь пиковый ток у нас маленький. 440, потому что слабый аккумулятор. А его реальная характеристика 556. То есть скорее всего, если мы ему дадим вот тот рекомендуемый диапазон пусковых токов аккумулятор с таким диапазоном, он возьмет вот этот реальный пиковый ток и будет соответствовать, скажем, номинальному для данной цепи. Следующий пример. Следующий пример. У Форта как раз 1,2 нормальная зарядка. Еще раз. У Форта как раз 1,2 нормальная зарядка. Но Форд придумал свой аккумулятор. Я не знаю. Ну это не значит, что это нормальная зарядка. Это аккумулятор нового поколения. У них повышенное напряжение зарядки. Причем здесь Форд. Это не Форд, это аккумулятор. Нет, у Форта такая зарядка. Я тогда скажу, что у вас анаркальная зарядка 13,4. Но это не значит, что это нормальная зарядка. То, что там регулярная такую ситуацию. Ну, хорошо. В любом случае, задача скрипта снять эти характеристики, а диагноз уже принят решение по конкретно данной системе. То есть, его устраивает или нет. То есть, задача этого скрипта за максимально короткое время дать как можно больше информации для размышления, для того, чтобы принять правильные решения по диагнозу данной неисправности. Следующий пример. Результаты не для продажа клиента. Ну, почему бы и нет. То есть, это как бы одно дело, когда приходит клиент, и говорит, вот у меня плохо крутит стартер. Ну, так поменяй аккумулятор. Так я уже его поменял. Ну, значит, у тебя стартера проблема. Так и стартер уже сделали. Ну, тогда, наверное, генератор мне дает зарядку. И генератор уже сделали. Ну, наверное, что-то другое. Ну, такой вариаут ремонта мне чуть меньше нравится, чем когда я могу это реально померить. И уже, по крайней мере, разделить на направление. То есть, ага, к аккумулятору претензий нету, к стартеру нету. Да, это действительно генератор. Или наоборот. Следующий автомобиль, неисправный. Смотрите. По аккумулятору явно претензий нам скрипт не предъявляет. По генератору явно тоже претензий не предъявляет. Но есть претензии к нашему стартеру. Во-первых, у нас значительно увеличено время срабатывания нашего втягивающего реле. А также, смотрите, что еще нашел скрипт. Количество разрывов тока стартера 445 штук. Если мы посмотрим на осциллограмму, у нас получается очень сильный шум в процессе работы стартера. То есть, щетки стартера был изношен коллектор. И это вызывало сильное искрение в цепи. То есть, такая неисправность может приводить вплоть до того, что блок управления просто зависает. То есть, электроники с такими сильными помехами в сети становятся очень нехорошо. То есть, в любом случае, в данном примере, у нас необходим ремонт стартера. То есть, после ремонта, понятно, какая неисправность уже не наблюдается. И скрипт... Или при помощи причины, когда иногда стартер не реагирует на скрипт. А, да-да. Как вариант, в результате такой неисправности, у нас могут возникать моменты, когда у нас стартер не реагирует на подачу синапы. Поскольку в этот момент щетка просто не контачит и подвисает, да-да, либо подвисает у нас щетки. То есть, в любом случае, скрипт нам четко указывает направление. Ступимый относовый смещен. Да-да, вот так и пишет. То есть, в данном случае, мы отчетливо видим, что у нас есть неисправность в данной цепи. Причем, вы должны понимать, что такой автомобиль может к вам приехать, и клиент может еще не знать, что там уже есть проблема. Ну, вроде бы, заводится. Ну, вроде бы, это вот. То есть, мы делаем проверку, и у нас уже есть четкая информация, что это уже надо ремонтировать. Потому что через неделю, во-первых, там мы можем сжечь уже тот коллектор, то есть, и ремонтировать уже особо будет, скажем, не так просто. И тем более, что мы можем просто остаться посреди дороги, с этой неисправностью уже совершенно не завести наш аккумулятор. То есть, в данном случае, скрипт нам показывает неисправность еще до того, как она может себя проявить. То есть, мы уже видим, что в нашем примере есть неисправность в стартере. Следующий пример. Так, четырехсильдровый, пятьсот десять. Вот, смотрите. У нас по стартеру проблем не наблюдаем. По генератору нету зарядки. Соответственно, и пульсации ниже, чем, скажем, рекомендуемые. Ну и, в данном случае, неисправность генератора привела к тому, что и наш аккумулятор не получил, ну, возможно, не получил достаточный уровень зарядки. И это привело к снижению параметров, те, которые мы замерили. То есть, в данном случае, есть подозрения и на аккумулятор. Но первым делом, нам нужно отремонтировать генератор, провести зарядку нашего аккумулятора, и еще раз провести измерение. То есть, начал работать аккумулятор нормально, или действительно ему плохо, или желательно его уже менять. То есть, вот так выглядит осциллограмма для неисправного генератора. У нас тут три примера еще. Я тогда ускоренно. Ускоренно. Так, в данном случае у нас очень маленький пусковой ток и увеличенное время срабатывания втягивающего реле. То есть, в принципе, поскольку это таблия, ну, формально, возможно, это даже и не есть неисправность. Маленький объем двигателя, дешевый, скажем, сегмент рынка, это может быть для нее просто норма. То есть, конечно, это не идеально. То есть, это не Мерседес. Но при таком состоянии мы можем, скажем, прикрыть глаза, если оно крутит более-менее нормально, и машина заводится без проблем. Значит, что у нас тут? Тут у нас... Ага, смотрите, интересно еще... Давайте чуть-чуть скажем скрипт Lpower для установки. Еще интересный... Я вам расскажу буквально тут две минуты. Мы таким способом снимаем очень много параметров, но для нас еще очень важный момент это реальная емкость аккумулятора. Емкость аккумулятора измеряется в амперчасах. Но для того, чтобы мы эту емкость смогли получить, скажем, определить, нам нужно разрядить наш аккумулятор. То есть, и в некоторых случаях, особенно, когда приходят с жалобой, вот там, буквально через 10 минут мантафон включил, и оно уже все мне разряжает. Ага, вот это... Почему я этот пример привел с принтера? Да, вот это как раз я сделал Lpower на данном спринтере. Lpower. Есть подозрение на аккумулятор. Видите, желтый уже выдел аккумулятор. И я делаю еще одно измерение. То есть, фактически, я подключаю... Вот у меня все подключено. Токовые клещи. Снимаю напряжение с аккумулятора. Я включаю запись и включаю все возможные потребители. То есть, печку, обогрев, зная дневностикла, зажигание, фары. Для того, чтобы максимально создать ток развядки. И в таком режиме я оставляю и записываю осциллограмму. Я слежу за напряжением нашей батареи. Как только я вижу, что все свалилось, вот у нас здесь видно, свалилось до напряжения у нас 9,8 вольт, то есть до 10 вольт. Фактически, одна банка полностью разрядилась. Я только смотрю, за какое это время у меня произошло. Это у меня произошло за время... 168 секунд. Это сколько у нас? 3 минуты? 3 минуты. За 3 минуты. Какой ток у меня система потребляла? То есть, 30 А за 3 минуты у нас разрядился аккумулятор. То есть, если это 60 Ач, значит 30 Ач должен 2 часа выдерживать. То есть, к чему я веду? Обычно с такими проблемами обращаются люди, у которых не 60 Ач стало, например, 30 Ач, а когда 60 Ач, уже у нас стало 6 Ач или вообще там 3 Ач. То есть, практически там до 15 минут я провожу такое измерение. Если более 15 минут он держит, значит, скорее всего, проблемы не тут. То есть, не надо там ждать 2 часа. Ну, как говорится, а можно и 2 часа. Но таким простым способом можно достаточно быстро задефектовать аккумулятор, у которого действительно, который уже надо менять. Вот еще один пример. Если в процессе измерения блок управления включал свечи накаливания, скрипт пробует сделать оценку, какое количество свечей накаливания на данном автомобиле у нас исправно. Дело в том, что, как правило, такая необходимость возникает на тех системах, у которых нету самодиагностики свечей накаливания. То есть, если у нас есть самодиагностики и мы сканером видим, какое количество неисправностных свечей, то нас уже это мало интересует. Для более старых систем у нас потребляемый ток свечами накаливания был, скажем, достаточно типовый. И блок и скрипт, скажем, заложен в алгоритм анализ тока свечей на основе начального тока и тока в конце. То есть, у нас идет расчет, сколько времени у нас были включены свечи, какой общий ток. И мы пробуем сделать оценку. Вероятное количество неисправных свечей одна, может, две штуки. То есть, таким способом мы можем непосредственно на аккумуляторе сделать оценку по общему току потребления. Кстати, такой алгоритм оценки вот тот же Фальцвайен, например, он и рекомендует для тех же Т-4, у которых нету самодиагностики свечей накаливания. Таким способом можно предварительно сделать оценку. Для более новых систем, у которых там стоят керамические свечи, там, с шивуправлением, оно уже не столь актуально, потому что мы это получаем с самодиагностики. И тут уже скрипт, в принципе, может давать не совсем точную информацию, потому что там параметры уже достаточно сильно отличаются. Но для тех систем, где нету самодиагностики, это для нас уже информация для разрешения, и мы пробуем уже тогда детально разбираться с этой системой. Ну, вкратце, вкратце, это та информация, которую я хотел вам сегодня рассказать. Извините, что столько времени сидел на ваших ушах. Очень рад всех вас здесь видеть. Будем дальше общаться в кулуарах, раз не дают нам общаться официально. Спасибо за внимание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...